Витебск Субтитры делал DimaTorzok 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 Красочные фейерверки Витебске своя традиция Каждый год 9 мая с самого утра Жители города собираются на площади победы У монумента воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам Приносят цветы к вечному огню Как дань памяти погибшим на войне героям Вот и сегодня, несмотря на довольно прохладное для мая утро На площади победы уже многолюдно В руках у горожан цветы И портреты родственников, участников войны Все улыбаются и поздравляют друг друга с праздником И в эти минуты по улице Ленина К площади победы приближается праздничное шествие Совсем скоро колонна подойдет к мемориальному комплексу Начнется торжественный митинг Оставайтесь с нами, мы покажем все в прямом эфире Уже 79 год отдаляют нас от того майского дня Який подвел рису жудосным падеям Самой кровопролитной войны 20-го года Якая варвалася у кожный белорусский дом Знищила кожного третья жахара нашей шматпакутной земли И покинула на ней руины разбуренных городов И попялище спаленных вёсок За годы оккупации фашисты провели на нашей земли Больш за 140 карных операций Подчас яких часткова або полностью Знищили больш за 5000 вёсок А лёс хатыни, якая была спалена разом с усими же харами Подзялили аще 618 сельских населенных пунктов З їх 108 на территории сучасной Витебской области И многие так и не были адновлены И севята перамоги гэта дани на памяти усимах вярам войны Удячнасть проткам за их героизм и мужность убрать без ворогам За вызволение нашей земли от фашистской навалы Площа перамоги у Витебску уже больше за пять десятков год Гэту назву она трымала у 1973 годя А 30-го червеня, 1974-го До 30-й годовины вызволения Беларуси Тут был открытый мемориальный комплекс Угонар воинов-вызволителев, партизан и подпольщиков Витебщины Монумент выкананы у выгляде трох абелисков вышинёй 56 метров Объяднанных рельефно-скульптурным поясом Які окружаюць вечный агонь Вечный агонь на площі Перамоги Як символ народной памяти Был запалены адвечна огню На аднаэменной площі беларускай столицы 30-го червеня 1974-го года Урочистым картэжам ён был доставлены ў Витебск І першым на площі вечный агонь пранёс наш земляк Герой Советского Союза Василь Дзяміду На тых урочистостях присутнічали шматликі і ветераны Удзельнікі вызволення города Надзвиньем Ад імя іх выступів Герой Советского Союза Хоноровый громадянин Витебска Генерал-полковник Іван Людніков Пачынаючы с 1975-го года Менавіта сюды, да Вечного агню Прыходзіць Граджаня ў Дзень Перамоги У 1990-м годзі Меморіальны ўчастку площі Даповнілі дзвумя скульктурными групамі Адна з яких символізуе пачатак вайны І зараджэння партызанскага руху Другая – наступлэння Савецкай арміі і вызволэння Яшчадна реконструкція площі Парамоги Была праведзіна ў 2009-м годзі Основным яна тычызлася ранейшай паркавай часткі Дзяз явіліся фантаны, сцена і святлодыёдныя акраны Абновліна была і меморіальная частка площі Многі елементы, якой былі аздобліны гранітам Гранітной стала і зорка вечна агню Реконструкція была завершэна ў пачатку мая 2010-го года Бягучий год асаблівы для нашій країны Сё літа мы адзначаєм 80-годзі Візволэння Беларусі ад немецко-фашистських захопнікаў Даг этой даты, а так само до 1050-годзі Витебска премірковалі ашчадну реконструкцію участкі площі Парамоги, на якой проводзі культурно-масовэі мероприємствы Там з'явіцца унікальны для города Пласкасны фонтан с подсветкай і зяленые насаджэнні Нагадаю, што на площі зараз працують Моя колегі Вольга Шмаргун і Сергій Скол Яны зараз готовы знову подключіться до ефіру Разом со своїми сразмовцами Я напомню, ми работаєм в прямом ефірі с площади Победы Витебскі Куда в эти минуты приближається праздничне шествие А пока у нас є время пообщаться с гостями Рядом со мной Константин Григорьевич Харенко Начальник направлений идеологіччя роботи і соціальній защіта Военого комісариата Витебській області Константин Григорьевич, наскільки цей праздник, День Победы, значим лично для вас? Я считаю, що не тільки для мене, але і для всіх Це дуже значимий і авторитетний праздник Тому що ми отдаємо дань пам'яти тем погибшим Благодаря кому ми зараз живем под мирним, светлим і чистим небом А молоде поколення нынешніх военних в случае необходимости готово встать на защиту Родини? Ну, конечно, я вас заверяю, що кожен военну службу військових силах готов І навіть зараз, в цей праздничний день, в цей праздничний день, в цей праздничний день Наши военну службі військові выполняють боєву задачу по охрані господарської границі Республіки Беларусь А наскільки у молодих военнослужащих, у нынешніх призовників развито чувство патриотизма? Як ви считаєте? Я считаю, що чувство патриотизма развито дуже високо Потому що патриот – це той людина, який не тільки любить свою Родину Но і знає про те, що необхідно її захищати, учиться військовому делу І, звичайно, кожен в даному момент відбувається на военну службу Все йдуть з желанням і з готовністью освоїть військову спеціальність Для того, щоб, якщо при необхідність, защитити свою Родину В Беларусі більше внимание на самому висшому уровні Уделяється вопросам сохранення мира На Ваш взгляд, наскільки цей вопрос актуален і важен? Вопрос вооруженних сил актуален, тому що він постійно знаходиться на контролі На контролі у президента Республіки Беларусь, нашого головнокомандуючого А також він актуален, тому що два ключових документа Були приняты на Всебелорусському народному собрані Це концепція національної безпасності і военна доктрина Республіки Беларусь І хотілося б подчеркнути, що концепція національної безпасності Практично на 70% була переработана А военна доктрина, як і в старій, можна сказати, редакції Також і сейчас в новій редакції Носить миролюбивий характер І президент Республіки Беларусь кожний раз повторяє, що Республіка Беларусь Нікому не вгрожає, але якщо чужой сапог встанет на територі Нашій Республіки Беларусь Ми моментально відповідаємо на цю угрозу Дякую, Константин Григорьевич, поздравляю вас з Днем Победы А ми продовжимо роботу в прямому ефірі з площади Победы Витебське Дякую, Константин Григорьевич, поздравляю вас з Днем Победы Ми продовжимо роботати в прямому ефірі з площади Победы в Витебське Ми чтим пам'ять погибших і ніколи не забудем, какой ценой досталась эта Победа І ми воспитуємо гордість за подвиг дедів і прадедів у молодого поколення білорусів І рідом со мной директор Витебського кадетського училища Олег Борисович Демидов Здравствуйте, з Днем Победы! Здравствуйте вас теж, з Днем Победы! Олег Борисович, воспитанники Витебського кадетського училища Сейчас идут в праздничном шествии с портретами героев Великой Отечественной войны в руках Насколько это символично и насколько, на ваш взгляд, важно воспитывать у молодого поколения Вот эту гордость за подвиг дедів і прадедів, які завоевали Победу? Прежде всего, мне хотелось бы поздравить всех жителей нашего города Витебщини С этим чудесным праздником, святым праздником И в первую очередь сказать спасибо нашим ветеранам, тех, кто участвовал Труженикам тыла и другим жителям, которые участвовали в приближении нашей Победы Естественно, воспитанники Витебського кадетського училища знают об этом подвиге Помнят об этом и участвуют во всех мероприятиях, которые прославляют подвиг наших дедов и прадедов И в том числе принимают, более ста человек принимают участие в этом праздничном шествии Патриотизм для кадетов далеко не пустые слова Вот какие мероприятия еще проводятся в училище, чтобы воспитать это чувство патриотизма у подростков? Естественно, что главное качество воспитанника кадетского училища – это патриотизм Люди, которые готовятся защищать свою Родину, без этого качества человека представить невозможно Поэтому училище, ну вся жизнь построена в интересах воспитания патриотизма Проводятся различного рода акции, участвуют наши кадеты И возложение цветов на памятников У нас вчера, в преддверии этого праздника, открыта музейная экспозиция в самом училище, посвященная Великой Отечественной войне Кадеты наши становятся призерами конкурсов, посвященных Великой Отечественной войне Недавно наш кадет стал призером российского конкурса, всероссийского Взял диплом первой степени по работе, посвященной Великой Отечественной войне Всех мероприятий не перечислить Сегодня мы говорим о том, что нет ни одной семьи, которую так или иначе не коснулась бы война Вот в вашей семье есть такая военная история? Есть ли деды, прадеды, бабушки, прабабушки, которыми вы гордитесь? Естественно, как и у большинства жителей нашей страны И у меня тоже мои деды воевали, приближали победу Один мой дед, гвардия лейтенант Демидов Григорий Яковлевич погиб под Бобруйском в 43-м году Освобождая Республику, в то время Белоруссию Второй дед был тяжело ранен в Польше В 44-м году потерял руку и вернулся домой без руки То есть мне не только горжусь за всю нашу страну, но и в личном моей семье тоже есть кем гордиться У каждого из нас есть такой пример, которым можно гордиться С праздником, с Днем Победы, спасибо! Спасибо всех с праздником! КОНЕЦ КОНЕЦ С Днем Победы! Сегодня эти слова звучат повсюду и будут звучать до самого позднего вечера Ведь мы отвечаем в великий праздник Прямо сейчас приближается торжественный митинг И у нас есть время поговорить еще с одним гостем Рядом со мной Жанна Викторовна Норицына Первый секретарь Витебской областной организации общественного объединения БРСМ Жанна Викторовна, в преддверии 9 мая молодежь северного региона традиционно проводит акции памяти Расскажите о наиболее значимых и ярких мероприятиях, которые провели в канун 9 мая именно в этом году В первую очередь, Сергей, разрешите поздравить вас с праздником, с Днем Победы Пожелать мирного неба над головой Ну а мы, молодежь Витебской области, уже 22 марта запустили областную патриотическую эстафету Память поколений, в которую входит множество патриотических мероприятий К примеру, 22 марта мы вместе с молодежью в каждом регионе Витебской области писали диктант Победы Наша молодежь разрабатывала сама вопросы, вопросы были различного характера Но это только нас закаляло, мы что-то новое узнавали, если чего-то не знали В диктанте Победы приняло у участников всего более 800 человек Это в каждом регионе присоединялись к этому диктанту Также мы сейчас проводим, вот сегодня у нас финал областной патриотической эстафеты Песни Победы Молодежь в каждом регионе снимала видеоклип Исполняли песни патриотические И самые лучшие песни, уже начиная с 6 мая, размещались у нас в областном телеграм-канале Также наша молодежь ежегодно, традиционно благоустраивает памятники и мемориалы Посвященные жертвам Великой Отечественной войны Нашим победителям благоустроено более 80 таких захоронений Ребята, волонтеры, абсолютно на безвозмездной основе приходили, что-то где-то подкрашивали, убирали траву В общем, помогали также и узникам Великой Отечественной войны Приходили, благоустраивали у них на месте Скапывали огород, убирались в доме То есть, также помогали узникам концлагерей Великой Отечественной войны Также наша молодежь сейчас занята тем, что принимают участие в патриотическом конкурсе «Обелиск» Это конкурс рисунков и монументов Сейчас каждый регион представлен будет, мемориальный комплекс каждого региона на рисунке И самые лучшие рисунки будут воплощаться уже в некие такие монументы метр на два В уменьшенном виде будут принимать участие молодежь от 14 до 31 года Будут их лепить из бумаги, лепить из пластика И потом лучшие работы будут представлены на областном патриотическом лагере Белорусско-российском «Курган» Это уже летом Ну и также наши ребята оцифровывают памятники Цифровая звезда у нас длится уже на несколько лет Памятные места не только благоустраивают Но потом проходит оцифровка памятных мест Ну и далее можно перейти на сайт «Цифровая звезда» и почитать То есть по QR-коду каждый желающий может перейти и почитать о том, либо ином памятнике В общем-то, вот такие мероприятия молодежь проводит даже сейчас И они не заканчиваются Они будут продолжаться вплоть до конца года, ежегодно Также вот у нас бойцы студенческих отрядов принимают участие в патриотической акции Их именами названы студенческие отряды Вот когда недавно, 1 мая, проходила патриотическая акция «Прорыв в Ушачих» Наши ребята привозили портреты своих героев Чьими именами названы студенческие отряды, герои Советского Союза Они рассказывали всем гостям данного мероприятия О тех героях, чьими именами назван их студенческий отряд А также ребята писали письма Письма нашим ветеранам Великой Отечественной войны Которые остались в живых Узникам, детям ветеранов, внукам ветеранов Желали всего самого лучшего и благодарили за победу И в завершении, на ваш взгляд, насколько молодежи важно знать и помнить о событиях войны? Вы знаете, вот на дворе сейчас 2024 год А мы все помним и говорим, и говорим И мне кажется, с каждым днем больше говорим о том патриотизме Который проявили наши деды и прадеды, защищая нашу родину Но патриотизм это не только говорить Хотя говорить об этом нужно ежедневно А патриотизм это помогать своими поступками, делами Нашему городу, селу, в котором мы живем Нашей области, нашей стране Также развивать культурные, исторические события Помнить культурные традиции Развивать у себя в регионе И вы знаете, когда молодежь ежедневно Не только молодежи говорят А они делом могут помогать своей стране, своей родине Вот тогда приходит настоящий патриотизм И это важно, когда сегодня ребята не только говорят А своим трудом, своими поступками Так скажем, уважают и помнят Те времена, когда наши ветераны защищали эту землю Помнят и чтят это Поэтому на сегодняшний день я не могу сказать Что молодежь забыла, молодежь помнит И это очень важно, потому что пока мы помним Мы будем жить, мы будем жить под мирным небом Спасибо, Жанна Викторовна, еще раз С Днем Победы А мы продолжим работу прямо с места событий Спасибо, Жанна Викторовна, еще раз Спасибо, Жанна Викторовна, еще раз Великой Победы 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 Витебшины Великой Победы 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 И но Сейчас я могу сказать С удовольствием И даже по два раза Приходит на Знамя Победы Евгений Халде Наверное Это фотография Когда возгрузили Знамя Над Берлином Она трогает Очень И люди приходят Посмотреть И в завершении, лично у вас есть семейная история, связанная с Великой Отечественной войной? Расскажите. У меня два дедушки, они воевали. Нам повезло, они не погибли. Один был ранен, комиссован, потом партизан был, а второй прошел всю войну, имеет награды в том числе за отвагу и брал Берлин без ранения. В общем, ему повезло. И каждый раз, на День Победы, это был великий праздник в нашей семье. И на сегодняшний день у меня дочь и внуки тоже всегда здесь где-то находятся, приходят на 9 мая. То есть для вас это действительно значимый и очень важный праздник? Да. Для моей семьи, лично для меня, это один из самых великих таких праздников, достойных, именно со слезами на глазах. Спасибо, Татьяна Александровна. Еще раз с Днем Победы. А мы продолжим работать в прямом эфире с площади Победы в Витебске. Спасибо. 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 Сергей Александрович Лазука. Здравствуйте, Сергей Александрович. С праздником, с Днем Победы. На ваш взгляд, почему важно помнить, знать свою историю, передавать вот это военное наше прошлое будущим поколениям? Ну, во-первых, если мы не будем знать и помнить наше прошлое, у нас не будет будущего, поэтому мы обязаны передавать эти все знания нашему поколению, чтобы они не допускали этих ошибок в будущем и спокойно, мирно существовали в дальнейшем. Это наша святая обязанность, потому что мой дедушка воевал, и когда мы маленькие спрашивали его про войну, его красноречивое молчание говорило гораздо больше, чем какие любые другие слова. Зная о войне, мы еще и многое делаем для сохранения мира. Насколько это важно, на ваш взгляд? Это очень важно, ведь ничего не ценнее, чем жизнь. Жизнь – это самое то дано, что ничего другого у нас не будет никогда, и мы должны прожить ее достойно. И поэтому мы обязаны нашим потомкам передать эти все знания, чтобы в дальнейшем у нас было мирное небо над головой и счастливое детство у наших детей и потомков. Сегодня, находясь здесь, в самом центре праздничных событий, на площади Победы в Витебске, что вы чувствуете, какие эмоции испытываете вместе с этими людьми, вместе со всеми с нами, отмечая День Великой Победы? Ну, в первую очередь, я чувствую радость, гордость за то, что молодежь так активно принимает участие в этом празднике, то, что они чтят наших ветеранов, и просто располняется душа, поет. Спасибо, Сергей Александрович, с Днем Победы, с праздником! С Днем Победы, с праздником всех! А я напомню, мы в прямом эфире на площади Победы в Витебске, и с минуты на минуту здесь начнется торжественный митинг в честь 79-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Не переключайтесь, оставайтесь с нами! Субтитры создавал DimaTorzok Дякуючи самоохвярнасти, мужнасти и стойкости наших протков, 9 мая 1945 года пришла долгочеканная перемога. Им наканавано было еще уздымать зруинованную краину, але это была уже стваральная праца под мирным небом, якое я не смогли завоевать для нас, своих нашчатков. А мы в свою чергу повинны захавать нашу молодую краину, Беларусь, для будущих поколений. 9 мая – свято, у яким почутцем смутку переплетается с почутцем радості и гонору за оборонцевой чины, за тех, кто отстаял, здабыл для нас нашчатков эту перемогу. КОНЕЦ На площади Пирамоги стяг Республики Беларусь, копия стяга Пирамоги, а так само флаги Витебской области и флаг города Витебска. КОНЕЦ КОНЕЦ На площади Победы государственный флаг Республики Беларусь. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Начинаем торжественную церемонию возложения цветов и венков к мемориалу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посвященный 79-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне объявляется открытым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труда, жители и гости и гости города, дорогие товарищи! Сегодня свое выступление я хочу начать с обращения к тем, кто подарил нам этот праздник, благодаря кому мы вместе стоим под мирным небом Беларуси. От всего сердца поздравляю вас, дорогие ветераны, с Днем Великой Победы! Ровно 79 лет назад героически был побежден фашизм. Проходят десятилетия, появляются на свет новые поколения, но мы по-прежнему чтим самый дорогой, самый светлый и самый памятный день. День 9 мая. День Победы. Белорусы вместе с другими братскими народами Советского Союза не склонили головы перед экупантами. В битве с фашизмом за свободу мы потеряли каждого третьего жителя региона. В нашей памяти навсегда останутся не только подвиги фронтовиков и партизан. Честь и слава труженикам тыла. Низкий поклон тем, кто растил хлеб, изготавливал снаряды, ставил на ноги раненых. Вместе с героическими подвигами, танковое сражение под Сино, Суружские ворота, Ушачский прорыв, мы не забудем и карательные операции «Зимнее волшебство», «Весенний праздник» и многие другие. За чудовищно-лирическими и циничными названиями прятался обыкновенный геноцид. Уничтожение таких же, как и мы с вами, белорусов. По своей массовости и жестокости людей выжигали деревнями. Карательные операции на территории нашей области в годы войны не имеют аналогов в истории человечества. Накануне об Освейской трагедии мы вспоминали в столице нашей миролюбивой Родины, где многострадальным городским поселкам Осфея и Обль торжественно были вручены в Эмпела за мужность и стойкость у годы Великой Айджинной войны. Сегодня наша главная обязанность – хранить мир. Мы видим, какая обстановка сложилась вокруг наших рубежей. Александр Григорьевич Лукашенко неустанно призывает страны к мирным переговорам и разрешению конфликтов. Мы хотим и должны быть услышаны. Дорогие друзья, придя сюда, на площадь Победы в Витебске, мы выражаем признательность поколению победителей. Генетический код нации уже заложен в молодом поколении – чтить бессмертный подвиг героев. Предлагаю почтить минуты молчания тех, кто не вернулся с нашей Великой Отечественной войны и кто не дожил до этих дней. Скоро мы будем праздновать восьмидесятилетие освобождения нашей Великой Отечественной войны. Единение белорусов спасло нас тогда от коричневой чумы. Едины мы должны быть и сегодня, чтобы наши дети и внуки не узнали ужасов войны. Уважаемые соотечественники, в этот всенародный праздник желаю вам крепкого здоровья, благополучия, родной деятельности во имя мира и светлого будущего нашей Витебщины, нашей родной Беларуси. С днём нашей Великой Победы! Любовь к Родине, готовность стать на её защиту – самоотверженный труд. Эти качества нашего народа передаются из поколения в поколение. Сегодня ответственность за судьбу своей отчизны принимает молодое поколение военнослужащих, которое чтит и достойно продолжает ратные традиции своих дедов и прадедов. Слово предоставляется начальнику Витебского гарнизона, военному комиссару Витебской области, полковнику Вольфовичу Дмитрию Григорьевичу. Уважаемые ветераны, дорогие жители и гости города, поздравляю вас с днём Великой Победы! 9 мая для белорусского народа – символ национальной гордости и памяти. Эта дата навсегда с золотом вписана в летопись Республики Беларусь. Она в сердце каждого, кто знает цену мира. И сегодня, у священного вечного огня, мы преклоняемся перед нашими ветеранами, отдаём дань памяти тем, кто погиб, защищая наше право жить, жить свободно на родной земле и в своём государстве. Мы – поколение победителей, помним всех защитников Родины, гордимся каждым своим воинам – от простого солдата до генерала, которые вместе с братскими народами разгромили немецко-фашистских захватчиков. Мы гордимся нашими партизанами, подпольщиками, которые приближали победу в тылу врага и, не боясь виселиц и пыток, не щадя своей жизни. Мы гордимся матерями, которые провожали мужей и сыновей на фронт, под страхом смерти выпекали хлеб для партизан, прятали раненых бойцов Красной Армии, а малышей закрывали от пули и бомб своими телами. Наше сердце до сих пор горит огнём Хатыни и сотен белорусских деревень, сожжённых вместе с беспомощными стариками, женщинами и детьми. Слишком дорогой ценой была завоёвана победа. Сегодня вооружённые силы Республики Беларусь, в том числе военнослужащие Витебского гарнизона, с честью и достоинством продолжают славные традиции поколений героев Великой Отечественной войны, надёжно обеспечивают защиту и безопасность государства. Героям-ветеранам здоровья и долголетия, всем нам мира, добра, благополучия. С праздником! Великой Победы! Со дня окончания войны прошло немало лет. Но в памяти и поныне живёт безмерное мужество поколения прошлых лет. Мы будем вечно чтить тех, кто защищал Родину, детей, потомков. В наши дни неслучайно продолжают жить и песни военных лет. Песни, которые прошли сквозь огонь Великой Отечественной войны. История таких песен – часть истории нашей страны. Этапы большого пути нашей любимой Беларуси. Не кажется порою, что солдаты С кровавых, не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времён тех дальних Летят и подают нам голоса. Мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу глин усталый Летит туманель на исходе дня И в том строю есть промежуток малый Быть может, это место для меня Настанет день из журавлиной стаи Я поплыву в такой же сизой мгле Из-под небес по птичьи окликая Всех вас, кого он оставил на земле Мне кажется порою, что солдаты С кровавых, не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей Сегодня, в день великой победы У вечного огня На главной площади города Мы зажигаем огни наших сердец В память о тех, кто дал нам Возможность жить мирно Счастливо в свободной стране День победы Это праздник, в котором навечно Соединены печаль и радость Боль утрат и гордость за свой народ Мы победили Отстояли мир на нашей земле С праздником вас! С днем победы! ПЕСНЯ 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 Шинталил уголек, были версты, обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Это день победы, обраком права. Это праздник, седелою на висках. Эта радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Ла-ла-ла... Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша родина очей. И ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, обраком права. Это праздник, седелою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Ла-ла-ла... Здравствуй, мама! Возвратились мы не все, Босекомы пробежатся поросель. Пол Европы, прошагали пол земли, Этот день мы приближали, как могли. Это день победы, обраком права. Это праздник, седелою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. День победы, обраком права. Это праздник, седелою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Уважаемые товарищи, просим всех желающих Возложить цветы к монументу. День победы, день победы. День победы, день победы. День победы, день победы. Афицийную частку святковання Дня перемоги у Витебска протягуе урачистая церемония у складанней вянковых веток до бюсты героя Советского Союза Петра Мироновича Машерова, одного з керамиков партизанского сопротивления. В годы войны он командовал партизанским отрадом, який дейничал в Рассонском районе. Петр Машеров примаудел в шматликих боевых операциях, был двойче поранен. У жнивни 1944 года за проявленный героизм в партизанской борозбе Петру Машерову было просвоено звание Героя Советского Союза. У Рачистости в Витебску протягнут святочные концерты на площади Свободы, в Парку Перамужцев и на инших пляцовках города. Культурно-гисторичный комплекс «Золотое коло» города Витебска-Дзвина запрашает на День семей на отпочинку «Мирное небо» Великой Перамуги. У музея Героя Советского Союза имена Шмырова сёння ладится показ спектакля «Дзявчаты в войну не гуляют». Открывается выстава «Гоноровые грамадяне города Витебска – удельники Великой Чинной войны». А так само можно ознавиться с постоянной экспозицией музея. Витебская областная филармония запрашает на концерт «Паклонимся Великим Тым Гадам», присвеченный Дню Перамуги и 80-й годовине вызволения Беларуси от Нямецко-фашистских захопников. А поудня от площади Перамуги стартует лёгкоатлетичный забег «Серца Витебска». Финальным аккордом дня станет Великий святочный концерт для концертной залы Витебск, який начинается о 20-й године. А у 23-й годины у небе над Витебском Пераможный салют у Гонор 9 мая. Мы ашчэра свиншуем, ваши ановные телеглядачы, с гэтым цудовным весновым святом. С Днём Перамоги! Днём Перамоги! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова